В наше время не только спорт, но и другие сферы жизни неразрывно связаны с технологиями. Трудно представить человека за день, ни разу не бравшего в руки телефон или ни разу не пользовавшегося компьютером. Но пока мы зависаем в виртуальных мирах, наше реальное тело требует сбалансированного питания и внимательного отношения к себе. Поэтому серия научно-популярных лекций началась с выступления Ивана Киясова, заместителя главного врача по развитию, качеству и цифровой медицине университетской клиники КФУ. Он рассказал о проблемах нарушения циркадных ритмов у обитателей мегаполисов. Предложил поразмышлять слушателям над вопросом, что общего между нейросетью и Homo sapiens. Развеял миф о пользе дробного питания и дал пару советов, как сбалансировать прием пищи. Вот как только вы закончите универ, поступите на какую-то рутинную работу, вот там начинается проблема, потому что ежедневно повторяется один и тот же цикл. И чаще всего он ненормированный. Ты с утра просыпаешься, делаешь все то же самое, у тебя определенный ритуал. Попил кофе, сел на автобус или в машину, доехал до работы. На работе ты свои 8 часов, потом в пробке, потом домой и около телека до победного, или там с компьютером, или еще что-то. Если посмотреть на это, как на биологическое животное внешне, найти и посмотреть на человека. Внутри человека жизнь кипит. У него на работе что-то происходит, у него в голове какие-то мысли крутятся, у него там вечером он телевизор посмотрел, погрузился в виртуальный мир, в игрушку поиграл и так далее. А если внешне, то его тело, оно бывает в течение года в одном и том же месте постоянно, ну в двух-трех местах постоянно. И здесь смысл в том, что все наши органы чувств, которые мы с детства развивали, это зрение, слух, обоняние и так далее, они начинают перетупляться. Наш мозг в этом плане перестает работать. И это потихонечку-потихонечку стагнирует нашу умственную деятельность и, в принципе, наше физическое состояние. Следующим выступил аспирант кафедры общей психологии Института психологии и образования КФУ Денис Давыдов. В лекции он обратил внимание на психологическую подготовку спортсменов, которая, по его мнению, не уступает по важности физической, так как часто даже те, кто постоянно занимает места на пьедестале, испытывают стресс, боязнь конкурентов, ошибок, шум и трибун. Победа же требует полной сосредоточенности спортсменов. По словам спикера, нередко проблемы возникают и в командных видах спорта. Появляются разногласия, которые рассоривают ребят и отрицательно влияют на их результативность. Один из способов решения или предотвращения этого – проведение командообразующих мероприятий, которые будут улучшать настроение и понимание в команде. Это страх, неуверенность в себе. Наоборот, бывает самоуверенность, когда люди думают, что я сейчас приду и все выиграю, а совершенно все получается иначе. Это бывает неудовлетворенность, так скажем, в результате после, потому что очень часто бывает, что ты выступил, и ты недоволен, и как перебороть это, потому что для многих это просто бывает коллапс психологически такой, что ты потом не можешь выйти на ту уровень, на котором вышел. Банальный пример – вратар Ливерпуля Кариус, который в 2017 году участвовал в финале Лиги Чемпионов, после его двух фатальных ошибок его команда проиграла, и потом психологически не отправился после травмы. Были другие примеры, наоборот, когда Милан в 2005 году проиграл стамбульский финал, тоже всем известный в футболе, 3-0 они выигрывали, потом проиграли в серии пенальти. Футболисты просто действительно не могли спать, не могли есть, по их словам, и они отправились от этого и выиграли Лигу Чемпионов либо там с другой команды уже, либо вместе с командой Милан, поэтому такое бывает. Кто-то просто умеет перебороть это, кто-то нет, и вот эти психологические барьеры они встречаются как и до соревнований, так и после. Участники игр будущего «Тепло» встретили экспертов Казанского университета. На этом серия лекций не заканчивается. Следующая состоится уже завтра, 27 февраля. В 11.00 выступит директор Института информационных технологий и интеллектуальных систем Михаил Абрамский. Он расскажет, как использовать в профессиональной и личной деятельности то, что IT-сфера успела придумать для собственного развития. А уже в 11.30 директор Института искусственного интеллекта, робототехники и системной инженерии Дмитрий Чекрин объяснит, что такое машинное творчество, на что способен искусственный интеллект и как различать произведения, созданные человеком и машиной. Мир технологий продолжает расти с каждым днем. Кто знает, может ты станешь тем, кто изменит нашу реальность на 180 градусов. Ждем именно тебя. Кристина Текина, Николай Суховский, Универновости.